Серьезные проблемы со здоровьем выявлены у 2687 жителей региона. У них в этом году обнаружили ВИЧ. Количество новых случаев на 10% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Чтобы остановить болезнь и ее распространение, вирус нужно вовремя обнаружить. Для этого сегодня в Иркутске прошло анонимное тестирование. Так город присоединился ко всероссийской акции. Как проходило мероприятие, узнаете прямо сейчас. Когда? Не бойтесь. Капля крови и все, что нужно для экспресс-теста на ВИЧ. Его проводят в рамках всероссийской акции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Результат уже через 15 минут. Получить его рассчитывает целая очередь студентов Иркутского медуниверситета. Они-то знают, чтобы заразиться чумой 20 века, вовсе не обязательно быть заключенным или наркоманом. И вводить зелье внутривенно. В настоящее время на территории Иркутской области данный путь передачи немножко сдает позиции. В основном это путь передачи половой. И отмечается в настоящее время феминизация. Фемина по латыни представительница слабого пола. Именно дамы в возрасте от 15 и старше все чаще фигурируют в статистике выявления новых случаев ВИЧ. Это характерно как для нашего региона, так и для всей страны в целом. Есть у нас особенности распространения ВИЧ-инфекции в России. У нас достаточно велика доля женщин. Официально поражены наиболее у нас 26 субъектов Российской Федерации. Эти данные на первом месте это Иркутская область и дальше по нисходящей Свердловская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская, Ленинградская, Хантамансийский автономный округ. В свете такого лидерства нашего региона проверить себя лишним не будет. Не только на вирус, но и на знание способов защиты от него. Будущие медики отвечали на вопросы волонтеров так быстро и правильно, что вскоре разобрали все призы. Главный подарок для их старших коллег, действующих врачей – уменьшение случаев ВИЧ у новорожденных. Для этого в области уже 6 лет проводят химиопрофилактику беременных. Она дает свои плоды. 98% малышей от инфицированных матерей, принимающих лекарства, рождаются здоровыми. Передача ВИЧ от матери ребенку – это единственный путь, который мы реально можем управлять и должны это делать. И мы это делаем. И здесь достигнуты хорошие результаты. В цифрах пока мы говорим о тенденциях. А когда будет статистика погоды, мы вам ее безусловно представим. Предоставить возможность знать свой ВИЧ-статус – вот главный смысл этой всероссийской акции. Одним днем тестирование, конечно же, не ограничат. Сдать анализ на ВИЧ можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Жизни на спину нет! Павел Марчуков, Влада Рыбакова, Михаил Глызин. Новости по будням.